Привет всем любительницам DIY! С вами я, Вика Лайн. Недавно в ТикТоке я увидела вот такое облако и решила, что оно может стать отличным ночником для моей сестры и украсить нашу с ней комнату. Поэтому сегодня я вам покажу, как сделать это облако своими руками. Поехали! Чтобы сделать основу облака, понадобится 4 воздушных шарика. Я их надуваю разного размера и завязываю. Дальше беру один из шариков, несколько белых листов А4. Газету использовать не советую, потому что будет просвечиваться текст и картинки. И клей ПВА. Наношу клей на шарик, распределяю его кистью, приклеиваю обязательно оторванные куски бумаги, чтобы они лучше состыковывались между собой, и сверху тоже закрепляю клеем. Кстати, чтобы шарик не скатывался со стола, его удобно положить во втулку от скотча. Для этого облака не так важно, чтобы шарик был идеально ровно и аккуратно заклеен, поэтому я использую довольно большие куски бумаги. То же самое нужно сделать с остальными шариками. Вы можете оставить основу однослойной, тогда облако будет лучше пропускать свет. Но я решила сделать ночник, поэтому после пары часов высыхания наношу еще один слой, закрывая все стыки. После этого обязательно нужно подождать полного высыхания, лучше целую ночь. На следующий день можно сдувать шарики, слушая очень приятный звук. Если основа смялась в некоторых местах, ее можно аккуратно поправить. Дальше располагаю шарики в таком порядке, чтобы в центре были большие, а по краям маленькие. В самом большом нужно прорезать отверстие для гирлянды, причем так, чтобы в конечном облаке отверстие находилось не снизу, а немного сбоку. В следующем шарике проделываю тоже отверстие для гирлянды. Приставляю его к первому, обвожу карандашом по кругу, вырезаю отверстие чуть меньше по размеру и склеиваю шарики горячим клеем. То же самое нужно сделать с остальными, чтобы в итоге, если вы просовывали гирлянду в отверстие, она попадала во все шарики. Затем понадобится много синтепуха или холофайбера. Свой я взяла из старой подушки, я думаю, можно купить и отдельно. И всю получившуюся основу нужно обклеить наполнителем с помощью горячего клея. Вовнутрь нужно положить гирлянду. Проволочная на батарейках подошла бы лучше всего. Но елочная светит ярче. Провод от нее, в зависимости от места, где будет висеть облако, можно тоже замаскировать синтепухом. Чуть не забыла про нитку. Я взяла светлую в цвет стен, завязываю узел, пропускаю нить сначала через небольшую бумажку со скотчем, чтобы узел не выскользнул. И уже потом эту нить изнутри продеваю через облако. Правда, важно найти центр тяжести, чтобы все висело ровно. Тут могли бы пригодиться уроки физики. Со второго раза у меня получилось ровно. И вот, вуаля, теперь у вас есть красивый ночник и по совместительству пылесборник. Но, наверное, я не должна говорить о минусах. Я думаю, кстати, можно попробовать будет задуть пыль холодным феном или пылесосом на слабой мощности со специальной насадкой. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажав на эту красную кнопочку внизу. Огромное спасибо вам за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok